Здравствуйте, дорогие друзья. Десятиминутная готовность. Десятисекундная. Это что такое? Это шифр. Хорошо, значит, десятисекундная готовность, говорят. Мы начинаем нашу секцию, которая посвящена так называемому позитивному детскому контенту. Что такое позитивный детский контент, никто, в принципе, толком не знает. Это даже, я так понимаю, его создатели. И в интернете, по крайней мере, в российском, такая сложилась парадоксальная ситуация, что создано очень много структур, которые занимаются безопасностью, охраной чего-то, модерацией чего-то, запрещением чего-то, фильтрацией чего-то. И крайне мало непосредственно структур организации компании, которые занимаются непосредственно тем, что должно быть, в данном случае, как рассматриваем интернет, что должно быть показано, оттранслировано и сообщено детям. И мы с нашим проектом «Джужару» уже на рынке пятый год, наверное, и пережили все эти истории. И смотрим, что за это время очень много ресурсов, которые занимались производством детского контента, просто исчезли с рынка. И сейчас вот как раз я хотел предоставить слово моим коллегам, Виктории Бунчук, с тем, чтобы обрисовать какую-то ситуацию на рынке, чем они занимаются, и потом, может быть, мы проведем какую-то такую дискуссию, собственно говоря, что сейчас происходит, что будет происходить и куда нам нужно двигаться. Пожалуйста, Виктория. Добрый день. Я представляю компанию «Рудцентр», которая занимается регистрацией доменов, хостинг-провайдингом и IP-адресацией в сети. И мы здесь, я хотела на этой секции рассказать о конкурсе. А можно презентацию мою включить? Я вот ее скидала недавно. Вот, я здесь хотелось бы рассказать о конкурсе «Позитивный контент». Я вижу в зале партнеров, участников этого конкурса. Очень приятно. Вот. Этот конкурс изначально задумывался как конкурс детских сайтов в год безопасного интернета, когда мы первый год его проводили, год безопасного Рунета даже в 2009 году. И это был такой пилотный проект. Мы хотели посмотреть, сможем ли мы в сети найти интересные, позитивные сайты, которые будут полностью безопасны для детей, подростков и молодежи. Каким образом мы можем создать безопасную среду в Рунете, начиная с таких самых основ. Вот сегодня, точнее в 2011 году, прошел уже третий конкурс. К нам пришло более тысячи заявок, из которых мы одобрили только 500 штук, то есть допустили к участию в конкурсе. И в ноябре закончилось финальное голосование, в декабре мы наградили наших победителей, участвовали все федеральные округа России. Из них мы выбрали всего 22 сайта победителей в разных совершенно номинациях. Как видите, у нас со временем, с три года спустя, у нас появилось множество различных партнеров, начиная от самых известных типа лабораторий Касперского или Бегуна, или компании Ростелеком, которая стала генеральным партнером нашего конкурса, до тех организаций, которые изначально были нашими участниками, которые участвовали в нашем конкурсе в качестве номинантов. И в результате они стали нашими партнерами и продвигали этот позитивный контент уже на своих площадках. Как мы стараемся создавать позитивную среду в Рунете с помощью нашего конкурса? Мы отбираем с помощью множества экспертов. В этом году к нам присоединилась Российская государственная детская библиотека, которую предоставили нам множество экспертов по всей стране, которые занимаются позитивными сайтами, но фактически на факультативных началах. Они нам помогали отбирать самые интересные, познавательные, развлекательные, информационные ресурсы, но главное — безопасные. Безопасные как в контентном смысле, так и в плане отсутствия различных вирусов и вредоносного ПО. И вот на этом слайде показаны некоторые условия, которые должны быть соблюдены сайтами, которые могли бы стать участниками и победить в нашем конкурсе. Так мы их выбирали. Среди наших участников мы выбрали, как я уже говорила, 22 сайта по разным номинациям. Среди них были главные и те, которые мы бы назвали спецноминациями, потому что они не могли принимать наравне участия со всеми остальными сайтами участия в нашем конкурсе. Это, например, сайты, созданные на бесплатных хостингах с использованием бесплатного домена и каких-то конструкторов, которые содержат в себе уязвимость. Это типа народ.ру, указ.ру и всякое прочее, которые в том числе показывают различную контекстную рекламу, содержание которой участники или создатели сайта не могли контролировать. Такие сайты мы, естественно, в общий конкурс не могли допустить, но поскольку они содержат действительно интересный познавательный контент, мы решили их отметить, но вот на таком уровне. Это тоже полезно для них. Можем сказать по итогам конкурса, что многие из этих участников решили перейти на какие-то более… программы более высокого уровня для развития своих ресурсов, а также попытались отключить вот эту всю контекстную рекламу, то есть таким образом очистить свой ресурс, то есть уже свои плоды есть. Дальше я хотела привести примеры нескольких сайтов, которые у нас победили. Они все очень яркие, интересные. Среди них есть известные, например, смешарики, которые вы все знаете. Есть мнения известные. Они представлены различными регионами. К нам приезжали на награждения из Удмуртии, из Челябинска, из Карелии. Различные такие сайты. Один из них… Вот, например, Жужа, который представляет Константин Преображенский, участвует в нашем конкурсе уже три года подряд и каждый раз выигрывает различные интересные призы. Что бы хотелось сказать. Конечно, наш конкурс замечательный, мы ищем много интересных сайтов, прекрасных. Но, с одной стороны, эта инициатива, она так проходит на общественных началах. Это, конечно, не очень хорошо. Понятное дело, мы все серьезные компании, люди, собираемся вместе. Отыскиваем этот интересный, познавательный, добрый контент. Мы его демонстрируем на своих ресурсах. Мы о нем распространяем различную информацию. Но нет той организации, которая могла бы дать стимул этим сайтам идти дальше, развиваться, и которая могла бы вывести их на иной уровень, чтобы о них смогли узнать действительно все пользователи Рунета, от малого до велика. То есть вот сегодня, например, на пленарке мы слышали выступление Мегафона, который говорил о том, что они создают специальные белые списки. Или есть такая же программа у Skylink, у Ростелекома. Нам надо как-то пытаться взаимодействовать, и я призываю наших участников и наших соорганизаторов по этому конкурсу как раз объединяться в этом смысле и давать этому конкурсу совсем иную, другую жизнь уже действительно ради формирования этого позитивной среды в Рунете, этого белого листа в интернете. Потому что важно не только запрещать, а замещать весь этот негатив, который есть с этим позитивом. Ресурсы для того, чтобы замещать, у нас есть. Немного возможностей не хватает, но я думаю, что совместными усилиями мы когда-нибудь этот вопрос решим. Вот, спасибо за внимание. Мне очень нравится позитив Виктория, такой оптимизм. Вопросы, пожалуйста. Вот в зале сидит Екатерина Пашкова, она представитель сайта взаимопомощи учителей.педсовет.су. Они как раз были партнерами нашего конкурса и представляли номинацию «Лучший сайт педагога». Если Екатерина скажет пару слов, как они решились участвовать в нашем конкурсе, стать партнерами, как они выбирали эти сайты. Добрый день, спасибо, что меня представили. Очень интересно познакомиться лично и с победителями, и с организаторами. Впервые я узнала о конкурсе «Позитивный контент» позапрошлом году, когда участвовали в премии Рунета. И тогда я познакомилась лично с учителями, с педагогами, которые создают эти позитивные сайты. Мне была честь оказана. Я оценивала сайты в рамках конкурса «Позитивный контент». И продукт нашего сайта «Опидсовет.су» и «Вектор успеха.РФ» был вручен победителем конкурса. Это три книги о маме. И пару слов, наверное, хочется сказать о конкурсе. Как заметила Виктория, нет после конкурса развития этим сайтом. Ну, практически нет. Во-первых, проблема в том, что сайты создаются не бизнесом, на мой взгляд, не серьезными компаниями, а создаются учителями дома, кто как может. Поэтому в основном сайты недостаточно информативные, где-то они корявые. Не все, конечно, сайты, но мы тоже проводили в 2011 году конкурс сайтов. У нас тоже было более 300 участников. И в этом году мы будем проводить такой конкурс. Ну, людей нужно учить, если мы говорим об учителях, о детях. И, конечно, хотелось бы привлечь какие-то серьезные компании для создания позитивного детского контента. Как мы видим, в Рунете я не вижу серьезных сайтов, интересных для детей. И когда мы создавали свой сайт для детей, так вот получилось в 2011 году, ну, нашли сайты для детей возраста до 5 лет где-то для младших школьников, а сайты для старшеклассников с каким-то позитивной, адаптированной, интересной для них информацией, ну, практически нет. Вот я сегодня увидела Сергея Абрамова, хочу сказать, что у него очень интересный сайт. Ну, наверное, следующий будет. Спасибо большое, Екатерина, очень приятно. А можно еще слово, да, Андрей Воробьев, директор? Директор департамента по связям с общественностью и взаимодействию с государственными органами компании Роцентр. Спасибо, Вика. Ну, вот у меня, наверное, даже не столько вопрос, сколько предложений к президиуму и к организаторам конкурса, к которым я какое-то отношение тоже имею, позитивный контент. Вот три года уже проводился конкурс. Вера Серегина здесь, представитель фонда развития интернет, который, собственно говоря, благодаря которой организации фонда развития интернет этот конкурс, в общем-то, появился. И лично Галина Владимировна Солдатова, директора фонда. Но, если мы вспомним первый год, это были солидные денежные призы, которые действительно помогали премии. Это были денежные премии, которые помогали проектам. Ну, там можно было либо закупить все необходимое, материальную базу какую-то, либо просуществовать как зарплатный фонд какой-то для редакторов и так далее. Два последующих года это были все-таки призы от партнеров. Тоже, кстати, если посчитать их стоимость, очень внушительная, потому что это и дорогостоящие программные обеспечения, а в школах мы знаем, что сейчас нелицензионного ПО быть не может и не должно. Но, тем не менее, совершенно разные отзывы мы получали от победителей, от лауреатов. Кто-то очень радовался, наоборот, там либо ПО, либо техники компьютерные, а кто-то ностальгирует по тем самым денежным премиям и хочет, чтобы призы были именно в денежном эквиваленте им перечислены. Хотя там тоже возникают свои проблемы с перечислением средств. У нас была история, когда приходил энтузиаст-учитель, который создал свой портал, он действительно стал победителем, но она сказала, что только не переводите деньги в школе, мы на свой проект ничего не получим. Понятно, что директор найдет применение гораздо лучше этим средством. Вот хотелось бы, чтобы, наверное, оргкомитет провел какой-то опрос среди участников, может быть, не обязательно лауреатов, а среди номинантов наиболее активных конкурса «Позитивный контент» с целью выяснить, что они хотят получить от оргкомитета и от оргпартнеров этого конкурса, какую поддержку, какого типа поддержка им нужна, потому что иногда это даже просто необходимы банальные юридические консультации, которые можно предоставить о том, как получить тот или иной грант от компании, или как войти в те благотворительные проекты, которые есть у всех крупнейших игроков. Если что-то есть дополнить к этому, то я бы сейчас тоже с удовольствием услышал. Наверное, это вопрос на будущее. — Да, спасибо большое. — Секунду, секунду. — Действительно, дефицит ресурсов детских, потому что, как правило, ресурс делается детским, но содержание ориентировано на родительство. — Да, секунду. — Давайте все-таки закончим с пожеланиями к организации конкурса, чтобы не перескакивать на тему, а дальше уже поговорим непосредственно о контенте. — Действительно, вот вы сейчас послушали доклад, может быть, у вас какие-то возникли предложения конкурса. — Я думаю, что это надо зафиксировать. Вопрос о том, опрос, само собой, надо проводить, да, но я думаю, в принципе, все равно сойдутся к одному. То есть, скорее всего, к деньгам, да. Другое дело то, что можно давать сертификат, либо-либо, да, либо деньги, либо то, что там, ну, уже предварительно как бы с человеком судить, что ему нужно больше технику. Сам институт сертификатов, по-моему, это вполне решает. — Здравствуйте, меня зовут Николай, маленький вопросик вот еще по конкурсу. Вот можно какой-нибудь срез по конкурсу? То есть, конкурсанты, они из-за чего детей, так сказать, воспитывали, привлекали их внимание? То есть, это медиа-контент, развлекательные игры, там, флешовые какие-то. То есть, что было интересно на тех сайтах, которые вот детям посвящены? И в основном, чем? — Да, действительно, в нашем конкурсе участвуют сайты и для детей, и для школьников, и для молодых людей. И в основном их привлекают не только играми. Действительно, игровой контент занимает большую часть этих сайтов, но также это различные информационные ресурсы или познавательные, наподобие тех, которые предлагают, там, какая-то типа занимательная физика, математика, или, например, тренажер, который учит играть с детей в шахматы, что-то такое, или какой-то сайт спортклуба, который привлекает статьями об этом виде спорта детей в свои клубы. То есть, контент совершенно абсолютно разный, но игровой контент тоже есть, конечно. То есть, самое, что интересно, мы даже сами, может быть, и не ожидали, когда мы начинали этот конкурс, что будет столько интересных сайтов, которые будут интересны не только младшим поколениям, но и нам самим. То есть, у некоторых из нас они в закладках до сих пор стоят. Мы там периодически поигрываем в шахматы или, не знаю, там, раскрашиваем какие-то интересные картинки. Да, спасибо. — Так, еще вопросы, пожалуйста. Если не трудно, представляйтесь, а тут запись ведется, что можно было потом... — Меня зовут Юлия Назаренко, занимаюсь тоже на данный момент проектом, сайтом для детей, но пока очень хочется понять со стороны детей, что им интересно. И вот в этом плане мне интересно, оценивали ли дети сайты, которые участвовали в вашем конкурсе. Потому что мне вот на самом деле сложно понять, как совместить то, что для детей полезно, но чаще всего невкусно. И то, что для детей как бы вкусно, интересно, привлекательно, но не так полезно. Вот как вы справлялись с этим вопросом и участвовали ли дети? Или вы как-то по популярности сайтов какие-то критерии у вас были? — Ну, у нас различный спектр экспертов, которые в том числе связаны с развитием детей, их воспитанием. Но также у нас, да, был опыт привлечения младшего поколения, который там... Ну, это такой точечный был эксперимент. В основном мы, да, конечно, полагались на собственное мнение и на мнение тех экспертов, которые оценивают эти сайты. — Просто по регламенту самого конкурса там идут только экспертные оценки. — Ну да. Но опыт был, не знаю, мы много думали о том, чтобы привлекать действительно к экспертной оценке школьников, детей, подростков, может быть. Но это сложно просто технически иногда осуществить. Ну, в общем-то, это тоже могу рассматривать как предложение. Спасибо большое. — Так, еще вопросы есть? — Ну, у меня тоже есть некие пожелания к конкурсу, тем паче, что я его несколько... Ну, в смысле, наш сайт, не я лично, сайт Жужа его несколько раз выигрывал. Вот беда в чем всех этих конкурсов, да, то, что получается, как раз в свете предыдущего заданного вопроса, что зачастую дети отдельно получаются, ресурсы для детей отдельно, конкурсы этих ресурсов отдельно, а интересы детей, они вообще присутствуют там, их пытается следить какая-то там четвертая вообще сторона в данном случае. Вот. В чем огромный, я считаю, плюс этого конкурса, да, что, по крайней мере, он позволяет популяризировать что-то, что энтузиасты делают для детей. Зачастую, как было правильно отмечено, у них не очень хорошо это получается. Вот. И, по крайней мере, когда возникает одна такая точка сборки, где можно, ну, вот, по крайней мере, в листинге сравнить подобные ресурсы, я думаю, что это как-то, ну, людей немножко либо отрезвляет, либо ободряет. Вот. С другой стороны, нужно, конечно, понимать, что все ресурсы, которые, все сайты, которые представляются на конкурсе, это маргинальные сайты. Вот. Потому что их посещаем зачастую мизерно. Я, тут иллюзии не надо строить, да, то, что любая группа ВКонтакте, то есть она убирает по посещаемости все сайты, которые, вот, представлены на конкурс вместе взятые. Вот. Поэтому мое пожелание, как бы, вот к этому конкурсу, то есть либо делать его действительно, ну, каким-то аналогом, может быть, премиером это, то есть с хорошим publicity, с хорошим, вот, чтобы у людей, которые в нем участвуют, была мотивация, пусть хотя бы на год, то есть не вот создать потемкинскую деревню, да, прямо конкурс. К сожалению, такие сайты, вот, там, какие-то губернаторские были, они появляются, то есть вот видно, что его сделали конкурс, вот так вот заявились, а потом он год мертвый лежит. Вот, чтобы хотя бы год проработал такой сайт, который действительно, ну, был, может быть, не очень вкусен для детей, но полезен, и чтобы можно было его как-то пропагандировать. Вот, вот, там, ну, лучшие из них могут, там, быть номинированы, там, в какие-то спецноминации, может быть, в премьерные. Это мои пожелания, то есть это такие размышления вслух. Вот, то есть хотелось бы, чтобы правильно были оценены перспективы, чтобы все-таки был задан вектор движения. Почему? Потому что очевидно, что в детских ресурсах нет главного, да, нет двигателя, нет заинтересованности пока что. То, что, ну, во-первых, закон о рекламе, во-вторых, там, некое нравственное убеждение тех, кто этим занимается, не позволяет монетизировать сайты традиционными для интернета методами, да, то есть это методами, там, медийной либо контекстной рекламы, которая, ну, если это работает, условно говоря, профессионально, да, она отчуждена от той площадки, на которой она размещается. То есть там модерация этого дела крайне затруднена. И могут получаться истории, там, типа, как была, там, вот, несколько лет назад, там, с печальной памятью школьным порталом, который благополучно оповер, когда там совершенно непотребная информация появлялась, очень быстро причем, и потому что у них просто элементарно не было модератора. Вот, поэтому развитие детских проектов, оно само по себе достаточно штука затратная, потому что просто так, вот, опять же, мы знаем примеры того, что, как создавались там 3-4 года назад детские сайты, да, вот прибегали энтузиасты, ага, что детям интересно, мультики, все, накачаем сети мультиков, или, там, от этого, перегоним туда диски, все выложим, и будем счастливы. То есть, и большинство детских сайтов там размещали сказки, то есть, был, в основном, сплошной контрафакт. Со временем это превратилось в неплохой бизнес, если вы знаете, там было, даже уже в конце концов был серьезный процесс, когда одни и те же люди, вот, ну, просто их один сайт закрывали, они открывали следующий, то есть, обвешивали его рекламой, вот, и на этом деле делали неплохие деньги. То есть, вот, если все-таки люди занимаются более законным делом, да, то, собственно говоря, должно откуда-то браться финансирование. Вот, ну, как уже отметили здесь, то же самое Виктория, да, что к этому делу нужно подходить серьезно. И получается, что таких источников достаточно малое количество, в принципе, кто сейчас вот обращает внимание на детские проекты государства, фактически самоустранилось, то есть, либо, вот, создают, повторюсь, такие, ну, какие-то сайты для отчетности, вот, на которые, там, ну, на них сразу смотришь, там, даже на ту же премию, на это выставляют, сделают просто под копирку на, там, какой-нибудь популярный, достаточно дешевый инжине, там, бесплатный, и по, самое главное, бывает, еще по стандартным шаблонам оформления. Вот, вот, либо уже делают это все энтузиасты. И вот сейчас я посмотрел, по крайней мере, то, что здесь представлено, крупные наши мобильные операторы пришли, вот, тоже самое МТС, Мегафон, там, Skylink, Beeline, которые завели вроде как собственные проекты. Это, считай, очень хорошо, потому что это должно дать такой толчок развитию непосредственно детского интернета. Другое дело то, что должна быть более, как мне кажется, долгосрочная и осознанная программа, потому что вот из тех ресурсов, например, которые я недавно отсматривал, мне понравились, про него, может, мало кто знает, но он действительно хороший. Это ресурс, в общем, кремлевский ресурс, посвященный детям, по-моему, детикремлин.ру называется, вот, посмотрите. Вот, видно, что он очень дорогой, потому что там привлекли, ну, там написан список такой достаточно большой, но... Дети Москвы. Нет, не Москвы. Дети Москвы, это как раз пример негативный. Вот, а это как раз кремль сделан, то есть там Григорий Остр, такой достаточно известный писатель детский, ответил на вопрос, то есть, как устроена государственная власть в России. То есть, вот, и он достаточно игриво там все расписано, очень корректно, я считаю. Вот, то, что не думал, не гадал, как говорят, никак не ожидал, но такие факты есть, то, что если все-таки профессионалы берутся за дело, наконец-то, да, то, что результат получается. И, ну, видите, опять же, такая беда, то, что люди сделали, как бы успокоились, видимо, отчитались куда надо и про ресурсы забыли. Хотя, ну, вот, раз вы удивляетесь, да, хотя я считаю, что вот подобного рода проекта как раз нужно популяризировать, по крайней мере, так, как они работают. Ну, по самой схеме, да, то, что нужно привлекать, прежде всего, хороших авторов. Ну, вот, я же пол своего доклада рассказал, но поэтому хочу дать слово, думаю, что... Еще один пример, как создаются такие сайты, надеюсь, что это не очередная по Тёмскин деревьеве, это Сергей Абрамов, который расскажет о своем проекте. Можно презентацию? Всем здравствуйте, меня зовут Сергей Абрамов, я представляю БОВШ «Школьные всезнайки». Хочу предупредить сразу, это проект не государства, это моя личная инициатива. За мной Кремль не стоит и другие структуры. Я в том случае очень считаю, что если бы кремлевские деньги тратились на детский интернет, у нас было бы совершенно замечательно и дети, и в будущем государства. Мне кажется, Кремль должен заниматься немножко другим, у нас, по-моему, правительство занимается такими делами, но даже не суть. Я хотел бы рассказать, так как я представитель детского поколения, мне 15 лет, я хотел бы все же вернуться к главному вопросу обсуждения, это вопрос создания контента для детей. Хотел бы начать с того, что то, что в интернете существует негативный контент, да, это понятно, все как бы это признают, но мне кажется, что никто не делает акцент на том, что на это есть спрос среди подростков. Ведь если бы не было бы спроса, не было бы предложений. Это было бы, это в любом учебнике экономики написано. Поэтому рынок это сформулировался в том, как есть спрос среди подростков. И я бы хотел бы объяснить, в чем эти причины, сейчас списком, а потом более конкретно. Первое. Синдром интеллектуальной пассивности, особенности физиологического развития, отсутствие опыта и навыков жизни во взрослом мире и нехватка позитивного контента. А теперь более конкретнее. Синдром интеллектуальной пассивности. Что это такое? Недавно ученые из Великобритании провели опрос среди подростков, в котором выяснилось очень интересные вещи. Многие дети отказываются активно вести активную умственную деятельность. Они переходят в более эффектной деятельности. Объясню на пальцах, говорится. В самом начале ребенку, маленькому ребенку покупают конструктор, а второму машинку. Ребенок, который играет с конструктором, он что-то создает, фантазирует, делает. Какой-то идет синтез, какая-то умственная деятельность. А ребенок, который играет с машинкой, он с самого раннего действия привыкает, что вот машинка взяла, ударила со стенкой, это круто. В итоге это все переходит в другой ребенок, два этих ребенка становятся взрослыми. И в итоге первый, если мы говорим про эти тематику. Тот, который игрался с конструктором, стал программистом, веб-дизайнером, постоянно о чем-то думает, его что-то интересует. А тот, который игрался с машинкой, теперь сидит в контакте, постоянно обновляет статус с красивыми логотипчиками и все прочее. Его интересует не конструирование, его не интересует логика, вообще что-либо. Его интересует вот, ой, какое прикольное видео, давай-ка себе добавлю, расскажу своим друзьям. У него абсолютно другое идет понимание в этой жизни, и у него не ставят задачи что-то создать. И, к сожалению, проблема такая существует у очень многих подростков. То, что я замечаю, потому что я школьник, мне давали машинку в детстве, но она была трансформирована, поэтому, видимо, что-то во мне отложилось. Еще, как один из пунктов, это родовая болезнь интернета, мне кажется, визуализация. Интернет с самого начала был смысл в том, чтобы максимально контент обрисовать, его придавать другой форме. Но те же самые великобританские ученые объяснили такую вещь, что дети, когда ребенок читает, у него развивается мозг. Вот это факт. Но когда ребенок смотрит видео, он от него тупеет. Смешно или не смешно, я не знаю. Но, к сожалению, очень много подростков из Англии, даже не то, что как бы разучились читать, они представляют, что получение информации может быть только через такие вот медийные формы. Они не хотят читать там никакие книги, им легче посмотреть фильмы за полтора часа, и при этом что-то у них отложится в голове. Следующий пункт, про который я хотел бы рассказать, это особенности физиологического развития. Как известно, подростки — это то, что называется застряло посередине, между детьми и взрослыми. Они биологически, это объяснилось так, что дети, подростки пытаются свои вот эти внутренние недостатки, взрослости компенсировать взрослыми, так сказать, объектами. Ну, например, у девочек это проявляют тем, что они, например, красятся активно, они носят дорогую одежду. А мальчики проявляют свою агрессивность. Мальчики проявляют свою агрессивность, и это, когда дети переходят в интернет, они активно пользуются кибербуллингом. Поэтому проблема кибербуллинга связана даже не с тем, что это такое, а скорее, почему дети это делают. Поясните, может, не все знают. А кибербуллинг – это проблема, которую можно описать так, когда в интернете подростки, ну, люди, так сказать, ругаются на других людей. То есть группа ребят, например, в школе объединяется в ВКонтакте. Ну, ВКонтакте – это неплохая социальная сеть, я ничего против нее, наверное, не имею. В социальной сети они объединяются и начинают травлю кого-то ребенка. Ребенок говорилось уже, в принципе, заранее, что иногда это приводит даже к суициду, то есть к плачевным проблемам. Еще один нюанс – это так называемая интернет-зависимость. Дети, точнее, подростки, они очень агрессивны, и для них взрослые являются… Взрослые раньше, в принципе, являлось, что подростки – это все, вот я с вами не общаюсь, я не хочу от вас ничего знать, я все решу сам. Теперь такая же проблема осталась, но она немного трансформировалась. Ребенок чаще всего сидит в интернете один, его никто не контролирует, никто за ним не смотрит. И ребенок сам уже принимает решение, от кого брать информацию. Чаще всего это становятся сайты, которые никем не проверяются, и, соответственно, ребенок может получить и хорошую, и негативную информацию. Отсутствие опыта и навыков во взрослом мире. Сейчас подростки, они очень сильно связаны со взрослым миром. Самый, наверное, яркий пример – это то, как власти пытались ограничить появление подростков на митингах. То есть подростки считают, что сходить на митинг – это не просто проявление, да, там, какой-то социальной активности или что-то подобное. Они считают, что это проявление своей взрослости. То есть из этого формируются ложные цели. Почему ложные-то? Ну, как объяснить, митинги – это, они считают, что это не социальная активность, да, там, выражение своего «я» или что-то подобное. Они считают, что вот митинг – это проявление взрослости, значит, я на него должен пойти. У него-то есть социальная активность, будет социальная и политическая активность. Ну, ничего, ничего, продолжайте, я просто уточню. Ну, спасибо. Надо всегда чему-то учиться. Еще одна проблема – это отсутствие самого позитивного контента. В принципе, уже говорилось, что я могу, в принципе, повторить это, что нынешний сегмент, то, что связано с подростками, это делится на две части образования, где смысл является в том, что давать информацию, которая полезна, которая считается, что она полезна, но она является дополнением системы образования, продолжая. То есть вы должны это знать. И вот мне родители рассказывали такую историю с рыбьим жиром, когда после войны, в советское время, дети там в детском садике пихали рыбьим жир и считали, что это нормально. Да, есть проблема в том, что дети там не набирали весь, но рыбьим жир полезен, но невкусен. И такая же проблема с контентом на образовательных сайтах в большинстве. И другой сегмент – это развлекательные сайты, социальные сети, все что угодно. И как раз вот эти вот те сайты, которые не могут проверяться, ну, понятно, в принципе, как можно социальную сеть там запретить. Или все, или ничего. Они как раз, скорее всего, являются непроизвольным таким источником негативного контента. И хочу подвести черту под этим всем. Отсутствие позитивного контента в Рунете. Слабая ориентация на запросы подростковой аудитории, не адаптированная подростковую аудиторию материала, нехватка позитивного интерактива. Интерактив нужен, но он должен быть немного в другой форме. Интернет. А в какой? Или это на вопросы оставим? Это на вопросы. Хорошо. Интернет уже нельзя управлять, как, в принципе, это говорилось, в нашей жизни. Все мы пишем в ВКонтакте, в Фейсбук, в Твиттер. Кто-то это делает часто, кто-то не очень часто. И поэтому есть, как мне кажется, три выхода из данной проблемы. Первый вариант – это полный запрет. То есть, когда мы ребенка полностью ограждаем от всего, что вроде как считается нам плохим, там, поисковая система, социальные сети, все что угодно. Второе – это обучение элементов взрослой жизни. То есть, объяснение ребенку, что Фейсбук – это как бы не только где… Ну, социальные сети – это не только место, где можно пообщаться там с друзьями, а это там существуют и педофилы, и маньяки, извращенцы, все. И вот нужно понимать, что вот есть и разница, что тебе человек лезет в друзья, что это может быть плохой человек, это может быть и хороший, может быть и плохой. То есть, как бы тут непонятна такая граница. И третий вариант – это комбинирован. Когда мы даем поэтапно, там, до 12 лет мы даем определенный контент. После 12 до 16 лет мы даем уже другой контент, который более взрослый. И потом мы так потихоньку детей перетаскиваем из одной категории в другую. Я хотел бы еще упомянуть на тему государственной политики, которая сейчас активно, так сказать, проводится на тему инноваций. А, тут слайд, нет, к сожалению. Вообще, как бы я хотел объяснить, даже не объяснить, как-то подчеркнуть, что модернизация – это… Сейчас пишут много законопроектов на эту тему, поддерживается эта тематика, но это все будет делать не ваше поколение, которое сидит в этом зале. Это будем делать мы. И дети, которые… А в советское время как было? После Второй мировой войны очень мало было дефицит кадров. Был очень жесткий дефицит кадров, и в советское время была принята такая программа, когда в школах давалась не определенная тематика, например, экономика, а давалась, например, уже какой-то целый блок. То есть воспитывали у людей широким, как сказать, широким кругозором. Именно эти люди должны были приехать, не знаю, куда-нибудь в Сибирь, и им должны были сказать, что тут построить ГЭС. То есть они должны были сами понять, как сделать, как это все перенаправить, как найти ресурсы и так далее и тому подобное. То есть это воспитание инновационного поколения, в принципе, сейчас такая же задача. Потому что инновации невозможны без людей вот так широким кругозором. И смысл как бы в том, что сейчас в школе это не воспитывается. То, что сейчас в школе, это учебные материалы, которые не соответствуют. Что там такое? Прошу прощения. Материалы, которые сейчас даются в школе, они не соответствуют нынешней ситуации, наверное, лет 50. То есть те опыты, которые там пишутся, они были 50 лет назад. То есть про то, что там наши... Будьте здоровы. Про то, что наши русские получили Нобелевскую премию за какое-то научное открытие, об этом не напишутся. За графен. За графен, да. Ребенку не объясню, что такое графен. В учебнике можно об этом написать, но там нет этого. Не поверите, это объяснить проще, чем... Но в учебнике-то этого нет. Это плохо. И вот я могу привести, как пример. Учитель может, да, сказать, но я вот, например, занимаю... Я не учусь в школе, я учусь на экстернате в форме такого обучения. Когда учителя реально нету. Я учусь вот сам, лежит пачка учебников, я должен их прористать и все это понять. А ты что за школу выгнали? Я не выгнал, а сам перешел. Это была моя инициатива. На тему реформ образования я хотел бы спросить, как бы, я не понимаю их целей. В школе нас все-таки как-никак учат синтезу, то есть что-то, например, на сочинение написать, да, это когда ребенок воображение, его мысли, логика. А в ЕГЭ этого нету. Ты должен ответить, в каком году Наполеон захватил Москву? Ты должен выбрать. Никакого синтеза нету. Нету уже такого вот... Нету понимания того, что нужно. И вот я хотел бы так подвести тоже еще раз черту и рассказать про свой проект. Это познавательный портал для подростков, блог школьного всезнайки. Смысл в том, что его особенности — это формат информации, понятный язык, так как я подросток, мне легче это все объяснить другому подростку, в чем, что такое графин. А при этом это использование интерактива, то есть это видео, картинки, галереи, флеш-приложения, активное внедрение подростковых тем, которые интересуют подростков. Да, например, это может быть все что угодно, как не все образовательные сайты пишут про то, как задается ЕГЭ, да, какие там правила есть, при этом это объясняется. Практически характер информации, от образования к познанию. Недавно я совместно с Microsoft запустили новый проект вебинара. Суть этого проекта заключается в передаче знаний от старшего поколения, это ведущие спикеры, ну не ведущие спикеры, а это преподаватели вузов, это эксперты в своей области, экономики и так далее, детям. То есть когда ребенок в любом точке России может посмотреть видео с участием какого-то известного человека. Новый проект, это проект дистанционного обучения, когда ребенок, дистанционных мероприятий обучения, когда ребенок может на сайте пройти какой-то курс бизнеса, образования. Ну короче, на сайте будет такая идея, курсы обучения, викторины, это все будет онлайн, викторины, интернет-олимпиады и турниры. То есть когда ребенок непосредственно в онлайн, заходя из любой точки России, может пройти какой-то тест, например, получить какой-то сертификат, что он прошел курс по ядерной экономике, ой, по ядерным технологиям. Ядреной экономике. Ну и по такой тоже, тоже интересно, наверное. Что непосредственно касается того, как это... Я уже скоро заканчиваю. Что касается доставки контента. Существует подпроект, это вебинар на школьном сайте, когда непосредственно вот этот код плеера, вебинар, размещается на школьных сайтах России. На данный момент это около тысячи сайтов по России, и получена поддержка некоторых регионов, а также получено одобрение Министерства образования и науки. И активно сейчас проект развивается. Это какой, извините, я что-то про... А вебинар на школьном сайте. Ой. Ну, все. Спасибо большое. Спасибо большое. Какие вопросы? Спасибо, это мой первый раз, я не знаю, насколько это было удачно. Вы выступили замечательно, Сергей. И очень приятно видеть человека в вашем возрасте с таким энтузиазмом сделать что-то в этой жизни, потому что мы являемся руководителями Центра развития компетентности, возимся с подростками уже несколько лет. И хочу сказать, что вот приятно, что такие люди, как вы, есть среди подростков, мы их тоже ищем, с удовольствием привлекаем к своей активности. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что вот этот вот сайт, который епарта.ру, это ваша идея, правда? Да. А кто вам помогал делать сам сайт? Потому что вот лично мне он показался совсем не подростковым. Ну, это мои знания, это несколько лет изучения программирования английского языка. То есть сайт вы делали сами? Да. Респект. На какой-то этой... Да, на платформе, но, к сожалению, пришлось очень много дорабатывать. Изучение языков программирования. То есть вы в WordPress доработали? А? Это не WordPress, это Juma. А, Juma, то есть, извините. А скажите, пожалуйста, вы успеваете учиться? Ну, вот я и пришел из обычной школы на экстернат, чтобы совмещать приятно с полезным. Ага, а еще последний вопрос. На самом деле у меня много вопросов, может быть, в перерыве можно будет с вами поговорить. У меня такой вопрос, а почему вы отказались от традиционной темы создания контента вашими участниками? Я вот посмотрел, что у вас в ВКонтакте в группе 16 тысяч человек. Почему этот контент создают взрослые на вашем сайте? Первое, три группы, общая численность 40 тысяч человек. Второе, подросткам предоставляется возможность присылать свои материалы, я этого не исключаю. А, то есть вы их... Да. Третье, пишу материал полностью я. Взрослые в этом не участвуют, учителя или другие люди присылают свои материалы, которые я переписываю, уже непосредственно ставлю, что это совместным материалом Сергея Абрамова и такого-то преподавателя. Потрясающий вы человек. Будучи так внимательным, ваш сайт. Спасибо. То есть вы вообще все один делаете? Вообще, вот даже у меня взрослого человека, у него же понятно, как можно соцпеть, но вообще просто если это так, то молодец. Ну и ежедневник есть такая очень хорошая вещь, там очень много чего содержится. Нет, а не редактора, никого нет на сайте? Нет, полностью пишу я. Вы знаете, вот тут есть некоторый минус. Я все-таки вам рекомендовал бы привлечь хотя бы для начала, ну, какого-то чуть более квалифицированного, может быть, редактора, потому что там есть даже заголовка грамматические ошибки. Это да, на сайте строена функция грамматические ошибки, я все-таки 15-летний школьник, у меня по русскому 4, по литературе 5. На сайте есть возможность редактировать орфографические ошибки. А это посетители сами, это их инициатива тоже помочь. Ну, лучше все-таки, я думаю, там, хотя бы учителя русского языка к этому привлечь. Вы несете миссию, да, как-то нет, ну, известно, что... Ну, то есть вы все, вот здесь ошибка чисто такая методическая сейчас, вот Андрей, дополнил, подожди, да я скажу. То, что вы все взяли на себя, то есть, ну, это несет не только, как бы, некие преимущества, но некую ответственность, да, то, что, поэтому, какую-то ерунду все-таки, типа, редактирование текстов, я вам просто рекомендую кому-нибудь делегировать. Во-первых, время экономится, то есть вы можете какими-то более глобальными задачами заняться. Вот, а во-вторых, ну, качество ресурса визуально даже повысится. Андрюш, пожалуйста. Спасибо. У меня тоже, вот, как у коллеги, наверное, вопросов очень много, все задавать не буду, может быть, потом в перерыве. Но, во-первых, предложение... Да у нас много времени, так что, даже спеть успеем. Начнем с того, что предложение. Говорили о том, что нужно привлекать подростков к работе, по крайней мере, в экспертном совете, в жюри конкурса «Позитивный контент». Мне кажется, вот уже первый подросток, который может возглавить, по крайней мере, там, из этой группы в 40 тысяч ВКонтакте или где, да, у вас ваши последователи есть. Вот, кого-то отобрать некую молодежную, там, вот, как есть молодежная интернет-палата, у нас будет молодежная жюри конкурса и с присущим именно вот современному поколению таким максимализмом, который в докладе тоже сегодня, конечно, присутствовал явно. Ну, и нормально. Это нормально, я вот позитивно об этом совершенно говорю, у нас все-таки сегодня позитивная секция это. А вопрос такой, даже не вопрос, а то предложение, которое и было вынесено, да, вот вы говорите о том, что очень скучные учебные материалы, наоборот, как интересно в социальных сетях. Это понятно, вообще идет упрощение всего, упрощение подачи учебного материала, упрощение подачи новостей на телевидение, в прессе и так далее. Ну, это тренд времени такой, к сожалению, да. Ну, это понятно. Да, и программы высшей школы уже тоже, в общем-то, существенно отличаются от того, что было в советские годы. Но можно по-разному, можно упростить, просто минимизировать информацию, а можно упростить, чтобы проще было воспринимать, а выдать при этом тот же объем. И вот на это направлены те передовые сейчас учебные методические материалы, которые разрабатываются в лучших школах Москвы или в других регионах России. И, кстати, эти учителя приезжают в том числе и на конференции и обмениваются опытом. Очень интересно порой послушать. В том числе и с использованием новых технологий в образовании. То есть эти мультимедийные доски в детских садах уже появились. Это использование компьютерных игр, элементов компьютерных игр при преподавании физики, математики. И, соответственно, это на сайтах печатается. Это и помощь в ЕГЭ. В ЕГЭ, кстати, есть творческое задание, где нужно проявить немножко свои креативные способности. И вот есть сайты, которым это посвящено. Я думаю, что нужно просто действительно делать контент не просто позитивным, но еще и доступным, понятным его освоением. То есть если мы говорим не о том контенте, который развлекательный, который ВКонтакте, Фейсбуке вывесили и все к нам прибежали, это тоже нужно. Но это как клуб, это как некая реклама, яркая, безусловно, интересная, но не позволяющая задуматься. Или, может быть, только который заставляет среагировать. А вот дальше уже более глубокий контент, но преподнесенный интересно. Вот это нужно развивать. То есть не только суть, но еще и форма. Это сейчас очень важно. Спасибо большое за замечание. Первое. Я абсолютно за участие в таких мероприятиях. С радостью могу чем-то помочь. Поддерживаю инициативу того, что должна развиваться сеть такая. Что касается второго, формат преподнесения информации. Я согласен абсолютно с этим. И то, что нужна экспертная оценка этого материала, который я пишу. И примерно как бы то, что я пишу этот материал, я пишу это своим языком. И детям, подросткам это понять легче. То есть нужно совмещать тоже приятным с полезным. И, скорее всего, если есть какие-то более конкретные инициативы, я готов с радостью их услышать. Как-то можем даже обсудить. Спасибо. Здесь, видите, много заинтересованных лиц. Так что, я думаю, после нашего мероприятия познакомитесь. Виктория вас запишет там. В принципе, нам надо, я считаю, использовать, прежде всего, энтузиазм. Включается сленг, да, то есть очень активный, либо все-таки по-русски пишется. Ну, иногда сленг что именно? Сленг есть и матерный, мягко говоря. Какой сленг? Матерный. Это как это? Ну, это, который используется, например, в тюрьме или в других местах. А вы специалисты по этому тоже? Нет, я просто случайно наткнулся на книжку в библиотеке школьной. Серьезно, абсолютно. У меня немецкая школа, поэтому там много чего можно найти. Слава богу, Майнкамп там не было. Могут что скачать? Нет, у нас были на немецком нормальные учебники. А, оригинал был. Нормально, это по-нашему. По-нашему. Да, конечно. Я на этом форуме представляю родительскую общественность города. Очень приятно, что я познакомилась. Представьтесь, пожалуйста. Виктория Шаромова, прошу прощения. А родительская общественность это? Это при департаменте, экспертно-консультативный совет родительской общественности. При каком департаменте? Образование. Города Москвы. Спасибо. Не волнуйтесь. Очень приятно, что познакомилась с Сергеем Абрамовым и узнала о том, что создан такой сайт для подростков. У меня у самой ребенок-подросток в лице информационных технологий увлекается программированием. Поэтому он в этой среде, как рыба в воде, мы догоняем, как обычно. Единственное, приятно, когда еще в этом образовательном процессе участвует третья составная родители. То есть педагогов, я вижу, вы подключили. Еще было бы интересно увидеть на вашем сайте еще и интересный опыт, транслировать опыт родителей, известных и неизвестных, в общении с их детьми. То есть было бы интересно, я думаю, и вам. Или я не права? Надо более конкретно, скорее, обсудить мысль. Ну, приглашать к общению именно известных родителей и их детей. То есть вот как они какие этапы преодолевали в своем общении. Я думаю, что было бы интересно. Очень приятно. Будем ждать. Так, пожалуйста. Микрофон только. Микрофон. Шевченко Станислав, Центр развития и компетентности тоже. Знаете, вообще, действительно, вам большое такое человеческое спасибо. Вот как партнерша сказала, что действительно у нас уже есть проект, который объединяет школьников именно вашего возраста. Скажите, пожалуйста, вот много ли вы встречали таких же заинтересованных сверстников, как вы? То есть есть ли у вас соратники? То есть вы говорите, я все делаю один. То есть в какой-то момент вам уже пришлось уйти в экстернат, опять же, знаете, как-то с большим уважением. Может быть, не совсем с пониманием, но я уважаю это решение. Действительно, там как бы есть некая цель. Но если есть соратники, то и цель ближе, и путь легче, интереснее. Вот есть ли у вас соратники? Соратников прямых таких нет. Есть ребят, с которыми я общаюсь. Да, это мои друзья, они из разных регионов России, они мне иногда помогают посмотреть на другой взгляд, дать другой взгляд на проект. Но таких вот прямых нет. Но я могу сказать такую вещь, что достаточно таких детей много по России. Откуда вы это знаете? Вы знаете, я тоже хочу в это верить, что таких детей много. Но пока, да, вот вы там, я знаю, там 3-4 примера, но на нашу немаленькую страну это вообще недостаточно. Есть такая очень интересная вещь, это социальная сеть. Все-таки, когда я там начинал активно общаться с ребятами, они сами как-то на меня выходили, я как-то на них выходил. Особенно очень много детей, которые уже достигнули каких-то результатов, да, это победители Олимпиады или других конкурсов, но, к сожалению, у них нет дальнейшего развития. То есть они на какой-то определенной точке останавливаются в развитии, ну не в развитии, а в личном таком вот карьерном росте и на этом затыхают. А правильно я понял, да, 40 тысяч у вас группа ВКонтакте? Ну, это я несколько групп ВКонтакте и общая численность там больше 40. То есть как бы это больше процентов 90, я могу сказать, что это дети, и детям было достаточно интересно посмотреть на это. Ну, это интересно, знаете, это как это, есть читатели, а есть писатели. Вот эти 40 тысяч, это в основном писатели, это читатели. Это читатели. Читатели, то есть, понимаете, это вот неактивная, то есть у вас активная позиция, да, вы писатель, а вот есть читатели. И второе, ну это даже не вопрос, а комментарий, наверное, вот эти вот грамматические ошибки, на которые мы так живо отреагировали, вообще, может быть, именно вот это и создает такую близость к детям, да, потому что мы… Не создает. Я согласен, что писать надо грамотно. Но именно вот это, очевидно, да, и создает для детей некую привлекательность. Нет, спасибо. Да, конечно. Вы знаете, если детям повторять одну и ту же самую ошибку, они будут считать, что это нормально, и будут дальше так писать. Поэтому в любом случае ошибки, то, что находится, я всегда сразу же бегу там, сломя голову, изменяя все эти ошибки, если я об этом знаю. То есть в этом плане абсолютно поддерживаю эту инициативу. Ну и в данном случае, в чем качество, опять же, ресурса, там больше стилистической привлекательности, чем с точки зрения грамматических ошибок. Так что я думаю, что для детей, по крайней мере, ну с моей точки зрения, важнее этот механизм задействовать все-таки, чтобы был детский стиль, но при этом все-таки достаточная грамотность. Потому что интернет, конечно, грамотность губит на корню даже у людей с абсолютной грамотностью. Поэтому хоть какие-то такие островки надо сохранять, я думаю, поддерживать. Пожалуйста, Ваташа. Я, можно буду сидеть. Иван Клименко, я представляю и родительскую общественность, и журналистскую, и еще много чего. Значит, у меня вопрос, вы сказали, что вы переписываете, получаете письма и переписываете, то есть перепрограммируете или редактируете просто текст? То есть вообще то и другое скорее. Иногда просто редактируете, материал как бы очень хороший, да. Иногда переписываете, потому что учителей, например, есть такая проблема, они вот пишут, вот они привыкли преподавать информацию, как на уроке, но вот этот формат, как на уроке, он не подходит на сайте. Поэтому я чаще всего просто беру тему и просто переписываю, заново с ними согласовываю и размещаю. Ну вот вам журналистский совет, что все-таки делать всех на одно лицо, на лицо Абрамова Сергея, хоть и талантливое, но не надо. Оставляйте авторский стиль, потому что читатель, ему вот когда мелькаешь вот так вот постоянно перед глазами, нет, словарный запас у вас, как вы сами сказали, только на четверку, русский язык знаете. Поэтому оставляйте авторский стиль, максимально оставляйте авторский стиль. Второе, опять-таки касается русского языка, я являюсь автором русской игры слов. Что это такое, наверняка знаете, скребл, эрудит, то есть вот такая вот словарная игра. Мы сделали свою русскую, свою доску свою, отца моя, и проводим в общем-то в интернете такие соревнования. Мне думается, что вот среди 40 тысяч тех пользователей, которые у вас имеются, было бы неплохо затеять вот такую игру. Наша игра привязана к национальному корпусу русского языка. Это то, что по-русски «балда» называлось? Нет, «балда» — это другое. Вот, если говорить, вот доска, вот доска, мы провели к 300-летию Ломоносова соревнования, выиграла его семи кухнями. Давайте к теме вернемся все-таки, чтобы людям интересно тоже было. Я думаю, что есть смысл для повышения грамотности ваших пользователей и вас, то же самое, затеять вот такое соревнование, где, в общем-то, все слова используются именно грамотные, из национального корпуса русского языка. Это и просвещение, и повышение и компьютерной грамотности, и всего прочего. Первое. Где это возможно, я это делаю. Вот на тему стилистики и самого текста. Я это делаю. Есть какие-то плохие случаи, но я переписываю. А второе. Было бы очень интересно более конкретнее обсудить с вами вопрос. Давайте последний вопрос. Просто это уже технически пошли вопросы по улучшению, собственно говоря, сайта. Дело в том, что, с моей точки зрения, это такой пока что голимый стартап. Его улучшать можно в любую сторону бесконечно. И сейчас я не думаю, что это входит в нашу задачу, сейчас рассказать абсолютно все, что с этим сайтом можно проделать. Если у кого-то есть конкретные идеи, просто подойдете к Сергею и все ему предложите, изложите. Еще давайте вопрос, пожалуйста. Последний. Я сотрудник Московского государства медико-стоматологического университета и работаю в комплексе общежитий. И надо отдать должное. Я извиняюсь, что я опоздала на ваш доклад, поэтому я чуть только часть ухватила. Но вы знаете, Сергей, вы очень на верном пути. У вас очень много интересного все равно. И я со своими студентами сейчас тоже начинаю их, как говорится, мотивировать, чтобы сделать электронную карточку студента. Потому что мы разбирали международный опыт, который есть в других странах. И я вам предлагаю сотрудничество как от комплекса общежитий Московского государства медико-стоматологического университета, потому что вы со временем будете... Я поняла, вы еще в школе учитесь или нет? Да, я учусь в школе в восьмом классе. Вот, я думаю, что много будет точек соприкосновения. Но вообще вы молодцы. И это вот то, что вы делаете, это можно увязать с электронным дневником. Это есть, наверняка вы это знаете, вот то, что родительская общественность. Понимаете, это будет такая трансформация. И я хочу сказать, что я занимаюсь, ну, отслеживаю футурологию в IT. И в школе, в общем-то, будет, идет такая тенденция, когда говорят, что в будущем, значит, классный руководитель будет смотреть, как человек, значит, успевает по предметам. И кому-то он будет давать значительно больше, кто успевает, потому что не все же одинаково успевают. Поэтому я думаю, что за вашим проектом большое будущее. Большое вам спасибо. Да, спасибо за такой комментарий. Спасибо. Можно маленький комментарий сделаю? Сейчас портал, он только для студентов средней и старшей школы. На тему студентов уже, школьников средней и старшей школы. На тему студентов я пока не думал и боюсь, что в ближайшее время не буду. Что касается электронных дневников, да, это идея очень интересная, было бы тоже интересно пообсудить. Спасибо, спасибо. Ну, я от себя просто хочу пожелать Сергею. Я очень люблю всякие такие придуманные образования, типа вот какая-то есть молодежная интернет-палата, там большое правительство, там еще что-то такое. Вот, когда дети пытаются, ведь там вот конкурс какая-нибудь там, это юное интервидение или как он называется, вот, когда дети пытаются имитировать взрослых. Вот вы тоже в своем докладе пытались что-то имитировать, но у вас настолько это искренне получается, что это нормально. То что вот смотрите, главное, чтобы вам не начали манипулировать. Так что, если что, я бы все-таки всячески рекомендую, иногда спрашивайте советы у старших товарищей просто. Вот у Андрея можете точно его спрашивать, он не подведет. Но если что, у меня есть родители, поэтому они меня тоже... Да, вот это, возвращаясь, спасибо, что вернули нас прямо к теме, я считаю, что вот лучшее средство безопасности, да, и вот предохранение от всей этой байды интернетовской, это, конечно, родители. Это лучший фаервол, это лучший, как он называется, вот, как вы сказали, антикибербуллинг, во, новое слово выучил даже. Это самое лучшее. К сожалению, вот то, что мы наблюдаем, и вот из чего все эти форумы возникают и все прочее, это как раз вот то, что родители покупают детям игрушки, вот типа вот этой всей штуки, да, вот и говорят, на тебе, дитятка, потешься, только не плачь. Вот, и потом возникают все вот эти истории с безопасностью. Я что хотел сказать как раз по поводу своей темы, да, Полаеду я рассказал, что в чем проблема детских проектов, почему у них и будут проблемы, и неизвестно, когда они кончатся, то, что это либо голимая коммерциализация, то есть это проекты в духе смешариков, которые идут, это такие псевдосоциальные сети, но которые основаны на мощном бренде, либо это твиди, которые, опять же, тоже как социальные сетки идут, в которые уже вножены некие брендовые программы, вот, либо это вот проекты, которые сейчас вот здесь развернуты, в частности, в фойе, проекты крупных сотовых операторов, вот. Вот, проекты вот сотовых операторов, то есть там тоже надо быть им самим внимательнее, потому что оружие, ну, обоюдоострое получается, да, то, что вот вчера они с гордостью показывали там какой-то видеоклип, как дети рассказывают, что вот я там, причем дети там совсем маленькие, что-то, ну, я не знаю, лет 7-8, может, там, ну, 10 от силы, еще не очень хорошо даже артикулируют, вот, я пришел сюда и никогда не знал, что, оказывается, есть такая штука, как родитель, замечательная штука, как родительский контроль, и там все представители операторов, так и библиотекари все радостно захлопали в ладоши, вот, и встал следующий человек из интернета и сказал, вот, отлично, раньше он не знал, что есть родительский контроль, а сейчас спросят у старшего товарища, как его обойти, вот, ну, то есть надо все-таки взрослым тоже иногда отчиняющих восторгов в интернете, причем это очень странно именно так слышать от все-таки представителей индустрии, я бы даже рассказал, достаточно ответственных, вот, то, что они уже даже двухходовку не могут предусмотреть, вот, но, тем не менее, только на них, в принципе, одна надежда, что они внесут какую-то, по крайней мере, материальную поддержку, вот, в создание нового детского, слово корявого, конечно, позитивного контента. В чем тут еще беда главная, да, и почему эти проблемы особенно видны в области детского интернета, да, потому что, в принципе, там всякая дрянь, не буду называть поименно, не намного больше, чем в обычном интернете. Другое дело то, что в обычном интернете, да, вываливают все абсолютно, да, и в результате негативная информация, да, криминальная информация, в нем занимает, ну, пусть повышенный процент по отношению к обычной жизни, но все-таки достаточно маргинальное место, да, в детском контенте, в детском сегменте, вернее, интернета, молчится при полном отсутствии, фактически, да, позитивного контента, это ясно, что это вылезает просто вопиюще. То, что если вы наберете какой-то, ну, буквально вчера, вот, опять же, на, вот, похоже, круглый стол был, да, выступает библиотекарь, и говорит, вот мы сделали там такой-то вот замечательный библиотечный сайт. Рядом сидит мой товарищ, вот, берет айпад, говорит, вот, я прослушал название, ну, то там слайд кривой был, то, что срезался, скажите, пожалуйста, вот. Она ему говорит название, он его со слуха записывает. Ну, то есть это, в общем, не то, что детям это можно показывать, это даже взрослым не рекомендуется смотреть так, с таким, с неустойчивой психикой, да, то, что даже элементарные такие вот там ошибки и не до какие-то опечатки, да, они вот приводят к таким негативным последствиям. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы была сформирована какая-то, может быть, единая позиция, может быть, программа, я не знаю, вот, такой социальной ответственности, в том числе там, ну, я прежде всего вижу все-таки ответственности бизнеса, да, потому что, ну, на государство очень слабая надежда, то есть, вот. Но, тем не менее, вот, я повторюсь, что кремлевский сайт какие-то такие минимальные, так, надежду внушает, вот, детский кремлевский сайт на то, чтобы были затрачены какие-то определенные средства на создание такого детского контента. Причем эти все вещи, получается, к сожалению, сопряженные, да, то, что вот сейчас даже мы, например, взаимодействуем с пиратской партией Россию, по какой причине, да, то, что получается, что детей отсекли очень как-то нехорошо, вот, и от современного детского контента, да, и, предположим, от советского наследия. То, что по закону, вот, по авторскому правилу, ну, сейчас это, там, перекочевало, там, в четвертую графу главу Гражданского кодекса, наследники очень сильно тормозят использование вторичных прав, там, на детские произведения. Поэтому, даже если вы заходите, там, в те же книжные магазины, ну, вы видите, там, Чуковского, Маршака, еще что-то, и все, как бы, с какого-то момента это все отсекается, потому что возникает проблема авторских прав. В интернете, в принципе, вот, с усилением этой борьбы с пиратством и с контрафактом, да, примерно та же самая ситуация, да, и получается, что у нас либо в интернете легально размещают детские сказки, русские народные детские сказки, да, замечательные, да, но до определенного возраста, да, либо уже какие-то более современные тексты, то есть чаще всего какую-нибудь там новеллистику, либо просто новостные ленты. Вот, поэтому, даже вот сейчас, я считаю, тоже важная задача, в нее, там, с разных сторон подключаются, там, журналисты и издатели, в том, чтобы очистить права, по крайней мере, на произведения, созданные в советское время, за которые, в принципе, ну, государство уже в свое время платило, может быть, как-то выкупить права от детских авторов на то, чтобы сделать это общественным достоянием, чтобы дети получали действительно качественный контент. Может быть, и тогда дадут права, может быть, оцифровывать самим библиотекам эти все книжки, которые у них есть, детские, по крайней мере. И мы получим какой-то хоть базовый массив контента, чтобы, ну, он у нас появился. Потому что с этим, повторюсь, достаточно большие проблемы. Ну вот, и, к сожалению, вот, в том числе и наш проект, там, Жужа, он в интернете, ну, притормозил свое развитие в силу того, что, вот, я не вижу свой перспектив, там, то, что в социальную сеть это вряд ли перерастет, а финансов развивать ее сильно нету. Мы мигрировали на мобильные устройства. Но, с другой стороны, у нас хотя бы есть вся линейка продуктов, да, вот у нас есть и аудиоверсии, которые по радио идут, и обычные книжки, которые можно полистать. Так что мне, в принципе, не стыдно. То есть это меня отношение, вот, то, что детские проекты ставятся, там, в один ряд с обычными коммерческими проектами, ну, нас вот гонит в эту нишу, да, в нишу мобильных приложений, да. Но, с другой стороны, для всех остальных это, то есть мы можем это себе позволить, там, благодаря, там, поддержке наших друзей и партнеров. Я думаю, что не для всех эта дорога будет столь простая. И, с другой стороны, это бросает дополнительные вызовы, да. То, что если, например, в интернете есть какие-то механизмы контентной фильтрации, да, то, что, ну, родитель хотя бы может поставить тот же самый родительский фильтр, там, на базовый компьютер или, там, на ноутбук, да, то уже на переносное устройство, на любое, да, там, на PSP-приставку или, там, на iPad, вот, или на андроидную какую-то планшет, уже, ну, надо быть достаточно продвинутым, что называется, пользователем, чтобы поставить такие фильтры, фильтры родительского контроля. И я так понимаю, что будут достаточно, через короткое время, когда планшеты станут повсеместными, будут достаточно большие проблемы с именно контент-фильтрацией, да, с тем, что, вот, там, негативный контент станет еще более досягаемым, так вот, и наша задача, возвращаясь вот к нашей теме, чтобы создать как можно больше хорошего контента, интересного для детей, да, задействуя все механизмы, которые есть, то есть не, вот, задействуя энтузиазм молодого поколения, да, опыт конкурсов, опыт, в принципе, операторов, опыта всех, кто существует в интернете, потому что, как бы ни было, вот эта коммуникационная среда, я так понимаю, это наше будущее. И надо, как бы, смотреть в будущее желательно все-таки с открытыми глазами, то есть они, ну, они не делают то, что там, то, что хочется и то, что может получиться. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. В компании «Цифропром» мы делаем детскую приставку. Детская приставка – это фактически штука, подключенная к интернету, на которой лежит только медиатека, которая просмотрена, одобрена и все такое. И у меня, например, я работаю в этой компании относительно недавно, но у меня огромный опыт работы с контентом в прошлом. Я работал в детской компании «Никит», которая онлайн-играми занималась, я работал в компании «Ноки», я знаю телеком-рынок, я знаю СМС, мобильные знакомства и кучу всего. Вот, и первое, с чем я столкнулся, это совершенно точно вот эта вот нехватка позитивного контента. Почему? Потому что у нас есть что-то валяющее из советского времени, что можно взять либо на халяву, либо за очень дешево, а дальше начинаются мегапроекты типа «Смешариков», которые стоят безумных денег. И если этот контент привести на приставку, то цена для каждого пользователя будет чудовищной. Например, если я пойду к Диснею и попрошу у них права на их контент, то в пересчете на каждого пользователя этот контент будет стоить тысячи рублей, потому что этих приставок, ну сколько, ну 30 тысяч я продам, ну 50. Вот, и поэтому у меня первый вопрос, который хочется задать именно как раз по поводу вашего проекта, потому что это же новый проект. Да, да. Это сколько вам лет? Ну 4 года лета. 4 года хорошо. Он прибыльный? Нет. Понятно. И на мой взгляд здесь получается какая-то такая вот вещь. С одной стороны, я понимаю, что фильтры, наверное, это тоже какая-то необходимость, но я не верю в них. То есть вот, например, я с детства обожал нарушать родительские запреты и считаю, что это норма для любого подростка. Нет, я про это именно и сказал, то, что это новые вызовы будут, да? Совершенно верно. А вот создать что-то альтернативное, это сложно. Почему? Потому что если создавать на фоне вот этого взрослого телевидения, которое стоит безумных абсолютно денег, этих программ и планка качества стоит очень высоко, получается, что дети видят, вот оно как создано и вот оно сколько денег стоит. Но если смотреть на телевизор и смотреть на их бюджеты и на все остальное, то можно понять, что это миллионы долларов. Это понятно, что, например, хорошая программа, типа там «Дом-2» или еще что-то, и они про суть, а про то, как оно сделано, она стоит миллионы долларов. А вот проекты типа «Жужа», и я знаю, например, другие проекты, которые я смотрю, они практически все неприбыльные. И, соответственно, получается очень интересная вещь. Скорее, например, для меня актуальнее то, чтобы государство давало либо гранты, либо каким-то образом дополняло создание этого контента своими силами, я не знаю, как это выразить, но скорее именно целевое финансирование. Потому что получается, что у нас между эпохой советского времени и российского времени вообще есть провал огромный. Там нет контента. Я, например, сделал приставку «High Definition». Вы думаете, у меня есть что-нибудь на «High Definition»? Уверяю вас, нет. Ну, это проблема, да, то, что последнему советскому бренду уже 5 лет празднуют 45 лет. Это «Чебурашка». Совершенно верно, да. Вот считайте, 50 лет фактически дыра, то есть ничего нового. И точно то же самое с играми. Если я возьму, например, игры такие флешовые, такие простейшие, когда там, например, на грамму надо построить еще что-нибудь, они все были написаны лет 10-15 назад. Да, и поэтому, например, вот фактически собирая, например, с «Мира по нитке» вот для своей приставки этот контент, я столкнулся с тем, что реально этого контента нет. И фактически… Простите, перебей, но как даже по опыту нашего конкурса я могу сказать, что этого контента очень много. Какой контент, скажите мне? Дивный, детский, молодежный для вашей той же самой приставки. Какой? Это тексты? Это не только тексты, там абсолютно разные есть сайты, которые предлагают не только тексты, но и различные интерактивные вещи. Стоит зайти на сайт www.positivycontent.ru, вы увидите. Три года подряд мы проводим, три года подряд мы собираем замечательные ресурсы. Полно этого всего в Рунете, никто этого не знает, к сожалению. А с помощью, может быть, вот таких… Я зайду, конечно, посмотрю, это большое спасибо за наводку, но я имею в виду, смотрите, какая вещь, для любого бизнеса, и я здесь совершенно справа, Константин, важна повторяемость событий. Потому что если кто-то один раз написал игру и потом ее забросил, мне такой автор не нужен. Мне нужна повторяемость событий, вот на этом строится бизнес. То есть человек типа Успенского должен прийти, написать про чебурашку, написать второй раз про чебурашку, про третий раз, и тогда я на этом могу построить бизнес. А дети получат повторяемого героя. А одноразовые одноходовки – это такая штука, ты потратишь уйму времени, будешь заключать договора, будешь заключать одноразовые покупки, и в действительности это не является притягательным. И поэтому, скажем, я к конкурсам нормально отношусь, но я считаю, что это фактически, ну как, выскочила звездочка и погасла, выскочила и погасла. Бизнеса на этом не сделаешь. Так, так, подождите, подождите, сейчас. Спасибо большое. Ну, я просто чуть прокомментирую, это, Виктория, немножко разные вещи, да, то, что тот контент, который у вас там участвует в конкурсе, да, это все-таки такой народный контент больше, да. Он тоже позитивный, он тоже может стать ненародным. Нет, нет, я не говорю, что он не позитивный, он как раз позитивный, слава богу, это народное творчество, условно говоря, фольклор, да. Он всякий. Я думаю, что нет, 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 совершенно. А можно еще прокомментировать по этому вопросу? Сейчас, секундочку, я считаю, что все дети, как бы, одинаковые, у всех детей, согласно, в том числе нашей Конституции, права одинаковые, да, и для детей из детских домов ничего особенного делать надо, другое дело, что, может быть, этому больше надо уделять внимание. Вот это моя просто такая принципиальная позиция, то, что они ничем не хуже. Вы закончили, да? Я хотел бы, с точки зрения, как ребенка... Можно комментарий один? Можно сейчас прокомментирую, потом вытаскиваю. Микрофон. Я хотел бы сказать, как с точки зрения, как ребенка, и мне кажется, что в данном случае, что касается детей и школьников, и всех остальных аудиторий, то нельзя просто привлекать бизнес, нужно привлекать и государство. Государство тоже в этом заинтересовано, государство может в этом участвовать. Вопрос заключается, как и на каких условиях. Что касается контента, который был в советское время, да, да, я согласен, что его нужно сделать общедоступным. Да, у нас в 90-е, в начале 2000-х не было контента, потому что все занимались другим делом, было как-то не до этого. Что касается сегодняшнего момента, то я абсолютно согласен с Викторией, потому что есть контент, потому что я несколько лет уже с этим блогом прыгаю, верчусь где-то, и вот этот вроде как стартап, причем стартап в принципе вообще, стартап это вообще комическая идея, то есть тоже не очень хорошее название, этот проект. Очень много, про него в данном ситуации невозможно его как-то раскрутить, поднять, да, сделать его посещаемым буквально за несколько месяцев. Вот Facebook в этом плане повезло, конечно, но Виктория абсолютно согласна, что есть эти проекты, есть эти идеи, они работают, но у них нет возможности раскрутиться. И задача государства бизнеса в том, чтобы помочь это все раскрутить. Конкурс абсолютно, я считаю, что нужен, и таким образом просто компании, которые непосредственно в нем участвовали, помогли сделать очень благое дело. Нет, никто не спорит, что конкурс не нужен, как раз, слава Богу, что он есть. Другое дело в том, что сейчас мы пытаемся еще найти форму, как его улучшить, как сделать еще доступнее. Разрешите комментарий, вот как раз по этому поводу, у меня просто давно он созрел. Меня зовут Александр Тебякин, я интернет-маркетолог, молодой папа, я пришел сюда, мне просто интересно. Я второй раз на iSafety, мне вообще все связано с интернетом, интересно. Вот, вы знаете, на самом деле, начну с вопроса, вот я слышу про конкурс, который устраивает Лига безопасности интернета, или это какая-то инициатива от конкретно ваших проектов? Какой конкурс? Позитивный контент вы имеете? Да, или вообще какие-то сайты, которые предоставляют позитивный контент. Конкурс изначально создавался с фондом развития интернет, который? Фонд развития интернет, Ру-центр и на данном этапе еще хостинг комьюнити. Знаете, я на самом деле, ну как бы по образованию, да, там, аналитик системный, и в целом раскладываю все по полочкам. Вот, действительно, вот я послушал сейчас ваши доклады, спасибо, очень интересно было все слушать. Вы знаете, вот я бы выделил здесь помимо государства, да, и помимо бизнеса, ну и помимо, так сказать, стартапов, которые за идеей это делают, да, вот, и каких-то объединений. То есть еще есть лидеры мнений. Вот, Сергей, вы, например, являетесь представителем, как бы, лидеров мнений, да, кто пишет, например, или кто делает рерайт. Вот, также есть лидеры мнений, которые читающие, да, ну и, возможно, они освещают что-то в своих блогах. Вот, я как бы вижу, действительно, работающая система, должен быть некий симбиоз. То есть, как, например, работают партнерские программы, да, то есть, чтобы государство не думало о том, куда и как распределить деньги, да, и как это сделать эффективно. Например, если есть одна ассоциация какая-то, да, или какой-то портал, куда государство может направить деньги, да, они растекутся, грубо говоря, ну, не по карманам кому-то, да, а в нужные места. Например, вот, Союзмультфильм тот же самый, да, профессионалы в сфере создания контента, да. Я думаю, они прямо были бы заинтересованы, чтобы создавать действительно какой-то контент, идею, для которого придумали, опять-таки, квалифицированные специалисты, детские психологи, например, или те же... Если можно, я вас перебью, все-таки, не надо говорить с точки зрения здравого смысла. Я был на Союзмультфильме, я могу рассказать очень грустные истории, собственно говоря, как это все устроено. Ну, продолжайте, если не трудно. Грустных историй много. Нет, с точки зрения здравого смысла уже не стоит, мы заканчиваем просто. Ну, в целом, понятное дело, что все ориентировано на деньги, да, но эти деньги, так сказать, если все хотят их заработать, и сама система помогает людям эти деньги заработать, да, то все работает сами собой. То есть, например, вот есть партнерская программа, она привлекает людей, кто может делать трафик, делать посещаемость, да, любыми способами. А есть поставщики контента и услуг. Вот, и все они сходятся вот в одном месте. Вот этим местом могла быть некая ассоциация, некая площадка, некая платформа, да, объединения людей. Кто уже собирал бы по крупицам лидеров мнений, создателей контента, и, так сказать, ну, не только психологи, например, детские бы участвовали, а также вот лидеры мнений, да, то есть те же лидеры каких-то, хозяева каких-то блогов, да, создатели каких-то других вещей, или те, за кем могут пойти массы. Вот, и все это крутилось бы в одном месте. Я думаю, это было бы хорошей системой. Спасибо, идея, наверное, хорошая, потому что я, в принципе, с этого начинал, то, что сейчас вот структура, которая занимается безопасностью и всем прочим, вот видите, мы даже здесь их там штук пять назвали, и нет ни одной структуры, которая действительно как бы интегрировала просто даже авторов, которые бы, ну, контент, например, все авторы, да, вот, которые бы действительно получали за это, там, может быть, какое-то материальное вознаграждение, может, еще что-то, ну, такой профсоюз, может быть, интернет-профсоюз авторов, вот, которые поставляли бы контент для всех остальных. Может быть, и так, я не знаю. Еще вопросы, предложения, идеи? Ну, я бы вот Руцентру подбросил такую идею. Давайте создаем профсоюз авторов. Ты же написал книжку? Кравчук, там Кравчук, Кравчук, там Кравчук, там Кравчук, там все уже, там как-то. Добрый день, меня зовут Волков Алексей, я сам не из Москвы, по приглашению здесь за делегацию приехал из Ульяновска, на самом деле. Вкратце просто скажу, чем занимаемся, как бы, у нас свой региональный образовательный портал, там достаточно большая аудитория, как бы, мы предоставляем площадку для размещения, там, для общения школьников, непосредственно сайтов. Вот в последнее время тоже, как бы, стали, там, уделять внимание именно позитивному контенту. Я вот сейчас слушал, 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 молчал, на самом деле, как бы, все проблемы, которые перечисляли, они, на самом деле, вот, как бы, в том числе и у нас абсолютно те же самые, как бы, и это вопрос в том, что и недостаточно финансирования, это денег не приносит, это и пассивность, и непосредственно, и самой молодежи, самих школьников. Я просто, как бы, расскажу о своем опыте, может быть, кому-то будет интересно, кому-то пригодится. Вот то, что говорил Сергей, на самом деле, да, действительно, школьники сейчас очень пассивные, может быть, немного ленивые, как бы, об этом, в том числе, говорит, там, популярный, там, тот же самый YouTube, где просто, вот, никогда никто не смотрит, допустим, длительные познавательные передачи, да, как бы, сейчас очень популярны короткие, там, например, видеоролики. И, на самом деле, у нас такая вот тоже, вот, самая Зульяновская такая-то интенция, опять же, по поводу того, что позитивный контент, он есть, и есть, в том числе, и активные, там, школьники. У нас, как бы, вот, особенно летом, когда были каникулы, достаточно много появилось, там, вот, в сети интернет-роликов, где просто школьники снимают видео про свой город, про то, как они, там, занимаются спортом, и так далее, и так далее. И, на самом деле, как бы, вот, на своей площадке, в том числе, размещаем эти видео, и, вот, буквально, разместишь одно видео, через месяц таких видео уже идет масса. Ну, очень хорошо. Они размещаются в тех же самых контактах, в блогах, там, во всех социальных сетях. Мы, смотря на это, в том числе, как бы, там, в такой, в качестве социальной направляющей запустили, там, тоже, проект, там, обладежного телевидения, там, еще совместно, там, с двумя порталами региональными. На самом деле, вот, базирующийся на коротких роликах. То есть, мы снимаем, например, видеоролик про то, как здорово, там, не просто таким пропагандой, а именно, как бы, вот, глазами самих же школьников, как классно они, например, там, занимаются паркуром, там, как они классно катаются на скейтах, там, на роликах. И потом, как бы, смотрим отклики на это. Появляются точно такие же ролики, когда дети идут, там, сами заниматься, сами снимают, там, свои же телефоны и так далее, размещают, как бы, в том числе, мы, там, предоставляем площадку для размещения. На самом деле, как бы, задача, в том числе, по созданию контента, не только, как таковой контент создавать, как бы, а, может быть, немного вот так возражать, подавать пример тем, чтобы сами школьники включались в создание этого контента. Ну, что, отличная идея, да? Сейчас, секундочку, я вот что еще подумал, да, по поводу, как раз, вот, замечания товарища маркетолога нашего. Нет, ну, оно правильно совершенно замечание, потому что, вот, опять же, на базе нашего проекта, то, что у нас наибольший эффект дает, проект не совсем убыточен, да, то, что он, скажем, он еще не окупился, но, в принципе, он уже себя в процессе окупает. Это механизм лицензирования контента, да, то, что у нас много чего наделано, там, есть тексты, есть картинки, есть видео, там, есть музыка, есть все, что угодно, и мы его лицензируем другим ресурсам, то есть, которые уже на своих инжинах, вот, в частности, там, вот, тот же самый под iPad, да, они сделали свое приложение вот с нашим, что называется, контентом. Вот это, я так понимаю, достаточно перспективное направление, то, что и уже потом применять их можно на других приставках будет. Вот, может быть, это тоже такой профсоюз, по крайней мере, популяризации и возможностью работы непосредственно с авторами, это вполне может заняться. Комментарий можно по последнему? Алексей, да? Да. Алексей, вы знаете, я как школьник и, в принципе, как вот создатель такого портала, могу сказать такую вещь, за несколько лет работы сайта появилось, по-моему, два или три таких же, точно таким же названием блога. То есть, дети просто увидели, что, да, есть такой блог, давайте его скопируем. И я видел, что даже дети просто копируют там материалы прям, ну, у детей есть очень развито чувство копипастить. Вот в школе в этом плане, да, в школе в этом плане как-то приучают к этому, что вот берут тему, учитель это повторяет, потом мы 45 минут повторяем, потом на дом мы опять повторяем, потом в классе опять повторяем. И ребенок привык, что вот надо все копипастить. Я абсолютно согласен, что школьникам, это и дети, и младшие дети, и школьники, и студенты, нужно давать положительный пример, нужно давать возможность, нужно предоставить систему. В принципе, дети, школьники способны это делать, потому что я вижу про своему опыт. Я не думаю, что я такой чокнутый или так далее. Я думаю, что есть такие дети, которые способны это сделать, и надо просто дать им возможность. Абсолютно за то, что вы сделали, это очень хорошо, и только за. Беда в чем то, что это... Дети мне рассказывают сегодня методику. Почему нужно один раз послушать, один раз написать, один раз снять, может быть, один раз плясать. Это разные просто виды памяти. Поэтому, когда это все сводится к механическому копированию клавишами, то самая важная штука исчезает. Когда вы, например, переписали это, один вид памяти пересказали, потом это другой и так далее. К сожалению, это дети мне рассказывают, и они считают, что 10 раз скопировал в разные сайты, уже, может быть, это и понял все. — Не совсем так. Я просто не слышал. По поводу создания тех же самых видеоролин. — По поводу тех же самых видеороликов. Одно дело, например, школьник скопипастил текст с сайта на сайт. Ума особого не надо, напрягаться тоже по этому поводу не надо. А другое дело, что, например, один школьник все лето снимал и делал с фотографии двухминутное видео в модном формате таймлапс, о красотах своего города. Другое дело, что пошли другие школьники точно так же, они не просто скопировали, они потратили месяц своего времени, и они сделали, пускай похожее видео, пускай оно может быть хуже или лучше, но они потратили свое время, они приложили руки. Здесь одно дело копипаста, а другое дело, когда они повторяют, но делают этот сайт. — Это нужно объяснять все-таки, как-то помогать. — Да, здесь я согласен, в принципе, здесь нужно подходить всесторонне, не просто показать, что вот есть такое, а где-то, может, в том числе рассказать, как это сделать. — Где-то научить, но в этом и есть методика создания позитивного контента, опять же, извиняюсь, закоряваясь, она достаточно простая, надо делать, как в армии, делай, как я. Вот и все. Так, вот, хотели что-то сказать? — Екатерина Пашкова, вектор успеха РФ. Небольшое замечание, Ульяновск. Вот у вас дети кувыркаются, другие пошли на улицу, тоже кувыркнулись, шею сломали, и ваша ответственность какая? Это во-первых. Второе, вы размещаете контент, который дети делают про себя, про своих друзей, допустим, а родители этих друзей против, что вы видео размещаете в интернете. Я знаю, у нас было общение на нашем сайте с заграничными коллегами из Германии, никакие записи в школе на видео, на фото не проводят, только с письменного разрешения родителей, или если нет разрешения, то одевают маски. Вы выкладываете контент, который делают дети, это здорово, они повторяют, но как закон соблюден, нет? — Ну, на самом деле... — А закон о чем просто? — Ну, я не юрист, я формулировок сказать не могу, но, во-первых, если ребенок убился, и посмотрев материалы... — Нет, это уже последствия, это другое как бы, да? — Ну, это тоже важно, но зачем опубликовать на сайте заведомо опасную информацию? Если ребенок это делает под руководством наставника в спортзале, это одно, если он это посмотрел в интернете и пошел, начал это делать, это как мы размещаем информацию о чем-то негативном, о наркотиках, в свободном доступе. Дети пошли, повторили и сделали. Ведь нужно, чтобы был какой-то наставник, нужно как-то ограничить, почему это в свободном доступе лежит? Да если запрещенный прием, опять же, я не специалист, то есть же такая информация. — Дайте микрофон, давайте заканчивать, нам уже говорят, что наше время стекает, сейчас будет следующая секция. — Я недолго. — Вот, если нетрудный последний вопрос, да? — Да, Юлия Назаренко. Что касается запретов и ограничений, я вижу, что, и мы все, наверное, видим, что на протяжении очень многих лет работы в интернете наставники не работают. И то, чем занимается портал в Ульяновске, и то, чем занимается Сергей, это прежде всего, у нас жалко, здесь нет психологов, это прежде всего мотивация. Когда Сергей говорил о конструкторе и о машинке, то, чем является его сайт с грамматическими ошибками, это конструктор. Он заставляет детей проявлять активность и что-то делать. Если мы даем ему готовое, ребенок активности не проявляет, и поскольку мы учимся всегда на ошибках, и это истина, с которой ничего не сделать, Сергей, мне кажется, в данном случае дает очень хорошую платформу для такого обучения. И нам всегда, мне кажется, как специалистам, которые занимаются в этой сфере, надо помнить о том, что контент для детей должен быть непосредственным. Потому что, если мы делаем что-то со стороны взрослого, вот у нас сидит здесь единственный ребенок, и мне кажется, очень важно прислушаться именно его позиции. Несмотря на то, что у него, конечно, в чем-то она максималистичная, но в чем-то она очень правильная. Потому что он показывает взгляд изнутри. Я думаю, что все спортивные ролики это прежде всего мотивация. Во-первых, есть дисклеймеры, которые общеприняты в интернете. Во-вторых, тогда уж мы давайте затрагивать вопрос о порнографии и всяких остальных сайтах. Давайте не будем. Вот я тоже считаю, что это слишком глобально, чтобы в данном случае это как-то обсуждать. Ну, у меня все. Спасибо. С учетом, что тема всего форума, в том числе и родительский, определенный контроль, на самом деле скажу, что достаточно, может быть, не оправдан, но достаточно жестко, в том числе и модерация идет всего, что у нас размещается. Я не говорю, что мы размещаем все подряд именно то, что там появилось в сети. Во-первых, мы размещаем, как правило, то, что уже появилось в сети и уже широко разошлось, как правило, в тех же самых социальных сетях. Это раз. А во-вторых, то, что я привел, ну, привел, например, тот же сам паркур или еще что-то, на самом деле, у нас немножко идет как бы в другом направлении. То есть, мы, например, смотрим, тем идет популярный, да, те же там паркуры, там, я не знаю, там, каратэ, тема, там, тех же скидбардистов. Как бы, я уже сказал, в принципе, мы вкладываем в том числе свои средства, как бы наши конкретно журналисты, видеооператоры, они находят тех, кто занимается этим давно профессионально, то есть, они в том числе видео рассказывают, как это лучше сделать, что не надо делать. То есть, мы не просто берем и огульно показываем, как дети там со стенок прыгают. То есть, ни в коем случае. Спасибо, в принципе, но к этому же все идет, то, что идет с медным парадигмом управления контентом и то, что в данном случае осуществляется, я так понимаю, журналистская просто модерация. Что-то Сергей хотел сказать? Давайте. Да, коротко. Первое, я думаю, что я не один такой избранный, я думаю, что таких достаточно много, просто нужно их искать. Нужно создавать систему их поиска. Второе, меня родители в детстве подпускали к утюгу, поэтому я учился на своих ошибках. Да, рука тоже это запомнила. Что касается третьего, я не думаю, что в Ульяновске такие плохие дороги, что дети там кувыркаются. Поэтому, в любом случае, нужно ребенку объяснить, что такое авторское право, что вот есть такое понятие и что это значит. И нужно просто объяснять это детям. Опять же. Ну, я так понимаю, это тема не одного, и может даже будущего. Вот семинары, действительно, когда в этом настанет необходимость. Да, вот я вижу необходимость, чтобы было много позитивного контента. Вот проходят конференции, проходят такие семинары. Будет необходимость в том, чтобы перестали кувыркаться, будут семинары, будут законодательства, все будет. Или наоборот, чтобы начали кувыркаться все как один. Спасибо большое, что проявили интерес к нам. Спасибо. Если в частном порядке каждый может подойти, познакомиться, поговорить. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok